Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. Двенадцать детей. Вот двенадцать апостолов будут, может быть, от вас. Сейчас литургия верных. Первая часть – Парскомедия, вторая – это литургия для оглашенных. Часть, а сейчас литургия верных. Руки на зады не держат, как ты на зады держишь. Поэтому оглашенный задитель – вы должны выгодить. Те, кто не крещён, в полное погружение. У вас нет на это доказательств никаких. Некрещённый человек с оглашенными выходит. То крещение, которое сегодня в Церкви, оно неверное. Все святые говорят об этом. Даже человеку веровать и руками священника. Если, тут обстановка позволяет, троекратное, полное погружение. Под воду скрылся, умер, в могилу лёг во имя Отца. Крещается, Раб Божий такой-то, Егор, допустим, и Сына, и Святого Духа. Если кто-то был у вас правильно крещён, и вас вывели, мы не знаем, беды никакой нет. Потом будет, батюшка скажет в конце, с миром изыдем. В это время, может, будет обратно зайти. Сейчас, пока здесь, стойте и молитесь. Вот это в Церквах сегодня упущен этот момент. И поэтому заходят, выходят, никто не смотрит. И поэтому нет Литургии Верных, а значит, может быть, ничего и нет. И ещё момент, как через границу. Везде шлагбаум проверяют. Церковь – это граница с миром. Вход в Церковь. Вам, это теперь уже второй год, вы уже это знаете и добивайтесь, чтобы у вас была большая вера во Христа, и правильно приняли крещение. Вы где-то ходили там, в Дмитриевскую церковь. Там надо смотреть, спрашивать через маму. Они эти люди там помогали вам, Московская патриархата. Хорошие люди там есть. Мы к себе никого не зовём, но говорим, что у нас крещение. Вот сейчас едут. Только что позвонили. Екатеринбург, маленькая группа едет. Вместе с воспитателем пять человек. Видимо, все мальчики. Так что, а если они здесь будут? Доказательства должны быть. Доказательства. Мы в пути и дороги ехали, с собой справку взяли. Батюшка пищает там роспись, что мы не на отлучении. Крещены правильно. И мы могли причащаться в любом храме Московской патриархии. Других-то нету. За границей, в греческой церкви, там где были, в финской церкви, в Финляндии были. Вот так. Так что, к этому надо стремиться ревновать. А не так церкви за деньги. Ладошкой мокрой по голове, крещённый обман. Это должно быть бесплатно. Человек должен уверовать. И троекратно погружён во имя Отца, выныргнуть. И Сына, выныргнуть. И Духа Святого, выныргнуть. Возникнуть из воды. Отращает погружение. Ты умер для прежней жизни. Вот. Ты с бабой не крестилась, а баба твоя крестилась. Здесь. Татьяна. Вот она уже выходить не будет. Вы для себя это возьмите. У нас нет уверенности, что крещённый правильно. Никаких документов нет. И поэтому вы и здесь. Руки впереди держат. На задне не держать. На задне. А то вот так вот. Не надо. Ставок длинный. Видишь, как всё это. Всё развязывается. Даже вот это вот. И то. Какое-то такое небрежное. Ну как это пояс? Развяжи его. Да затяни. Вот он его сделал. Завязал. Вот он на 4. У нас влаз 4. Не развязал? Нет. И вот так он должен быть. Такой порядок. Это называется дресс-код. Дресс-код. Знаешь? Дресс-одежда. Код. Форма. Форма какая? У нас форма церковная. Видите, как девочки. И вот это сейчас всё надо будет вам просчитать. Пока здесь стоите. Вот. Это правило церковной дисциплины. Нигде этого нет. Приходят, уходят люди. Это проходной двор. Это уже далеко от того, что назначено. Василий Великий говорит, сначала наведи порядок, потом мне богослужение веди. Ну что, ты можешь сам завязать. Видели это, Володя? Ваше внебрежение это здесь. Давай, Горзин. Не надо. Стой. Посмотри. Где завязано? Вот она. Что это зовёт? Почему она здесь вторая? Ему не развязать. Такие моменты выпускаете. На воскресенье готовится к повторению выйти. И когда будут выгонять скотину сегодня, коровы, овечки идут, Сергей гуляет с собакой. И в это время идёт лагерь, а дети попозьми. Для других можно показать. Ещё не было снято. И таких моментов уже ни один, ни два. Просто необходимо задуматься. Почему так? Ничего важнее этого нет. Все остальные никуда не денутся. А тут никого нет. И даже если бы не закрыто было. Смотри-ка. Простенько. Чтобы она не распутывалась дальше, вы не привезли пояс. У нас написано, что должен быть с поясом, мальчик. Ну не беда. Мы сделаем. Чтобы она не распутывалась, завяжем узелок. Видишь как? А в поясе написано больше ста раз. Сто девять, кажется, ста раз в Библии. А без пояса только один хулиган. Распоясавшийся называет. Раз. Сейчас смотри. Тебе... Вот так сейчас я это завязываю. Вы здесь пальцем ближе, чтобы не развязывались. Вот. Завязать четыре узла надо. Вот так. Узла три, четыре. Ты дома будешь с узлом. С узлом, с поясом в школе. Один мальчик приехал на Сибирске. А мать сказала, что это такое? Ну пояс он бегал где-то на левый стол. Тут ты крестишься, ты не мешаешься. Налево. Прямо на бок туда. Вот так. А что это за тряпка такая? А зачем эта веревка такая? Мать раз в раз отрезалась. Вот безбожник растет. А другая мать... По-другому отнеслась. Хотела снять. Она говорит, мама, нельзя снимать. Это пояс. Пояс. И она говорит, давай развяжем так. Ты один конец держи, а я другой постираю. Потом другой конец возьмешь, я другой постираю. Потом опять завяжем. Мальчик верующий. В детях надо сохранить это все. Христос был в поясе. Апостол в поясе. Я на крестителе вел кожаный пояс. Сегодня день я на крестителе в память его. Ангелы с поясами. В откровении написано. Что я доказываю? Я с поясом был. Давыд с поясом. Провыки с поясами. А ты кто такой? Что вам это не говорили? На левую сторону я говорил. Ты слышал, я как-то на левую сторону взял. Вот так. На левую. Дальше проведи. Видишь, как трудно это идет. Почему? Потому что здесь эти крести со всеми будут болтаться. Ногами не надо шевелить. Держи вместе. Верующие. Напрягись. Есть кадетские корпуса. Военные офицеры учат. Маленьких детей. И они уже знают, как стоять. Сейчас еще не надо. Все потом. Ни на улицу проситься. Не надо ничего. Началось богослужение. Себе ума не дадут. Некоторые начинают. На двор надо. И церковь не уходит на двор. Это не годится никуда. Началось богослужение. И куда-то где-то. Ты же знал это. Все сходил. Все. Это церковь. А не та, что захотелось сразу. Такого нигде не бывает. Захотелось сразу и все. Надо уметь ждать. Прижми себя. Не строй такой себя физиономик, что ты уже все. Загнулся. Ничего не будет. Я не знаю, зачем это нужно. Я уже знаю. Знаю характер человека. Я знаю, чего ему надо. Ему надо нарушить порядок. И ничего не будет. Это враг так делает, чтобы богослужение разбавлялось дурно. Только доброе. Вот у нас здесь сказано. Смотрите. Этого нигде правила нет. Слушайте внимательно. Правила. Принятые решения. Обязательные для исполнения всем приходящим в храм. Всем. Кто валибал. Первое. За 7 минут до богослужения всякое движение в храме прекращается. Уже никто не зайдет. Дверь открыта. Тут дежурный стоит. Смотритель. Это в ни в одном храме нет. Зад вперед всю службу. У нас ни один не зайдет. Опоздавший будет стоять здесь. Дальше. Все обязаны войти непосредственно в храм. Встать на свое место. Ни в коем случае не сидеть. И углубиться в молитву. Подготовиться к богослужению. Семь минут стоим молча и молимся. Благодарим Бога за неделю. Чтоб истинное служение было. Как говорит Саогина. Я говорил, руки задние держать. Полминуты не прошло уже опять назад. То есть несобранность. Разболтанность. Напряженности никакой нет. Ты не думаешь, что это просто так. И ты на дороге также на красный свет поедешь. И авария будет. Чернобыль взорвется. Мы слишком много потеряли на том, что несобранные. Маленькие вот такие вот мусульмане. Он уже с автоматом игрушечным ползает под проволок и учится убивать. У них дисциплина железная. Ему дали пояс начинили. Подойти и взорвать. Он пошел, взорвал себя. Они смерти не боятся. А это хлюпики растут. И выращивают таких. А уже знают, худые дела. Все знают. Каждая девочка уже раздевает глазами. Как Лев Толстой говорит. Даша Серахов 18.23 Прежде, нежели начнешь молиться, приготовь себя. И не будь, как человек, искушающий Бога. Приготовь себя. Настройся. Я с Богом разговариваю мыслями, не словами можем. Благослови меня, Господи. Да будет воля Твоя. Я благодарю Тебя за день, в который Ты дал мне жизнь и родился. За день благодарю, когда дал веру в Тебя, страх пред Тобою. Благодарю за тот день, когда познакомил меня со Словом, со Святой Библией. Только сейчас говорил, руки назад не делал. Только сказал. Уже никакой нужды нет. То есть в голове ничего нет. Ни памяти, ничего. А учатся в школе. Трудно? Не держать. Ну сказал, все. Зажми здесь. Нет? Через минуту опять назад. То есть никакие. Вот здесь стоим, уже в храме. Уже говорю, не делай. Губы не засасывай. Дальше. Опоздавшие на эти 7 минут до начала стоят в притворе вот здесь. До самого начала богослужения. И только после этого могут войти непосредственно в храм. Очень осторожно. Никого не задев и не смутив. Впредь не допускать подобных опозданий на эти 7 минут. Иначе считать это, как полное опоздание. Деяния 15-20. Что бы ни делали другим того, чего не хотите себе. Что бы вас толкали во время богослужения. Научитесь терпеть. Японцы учат день и ночь этому. Канзю. А здесь ничего нет. Вы никакие. Вас в мире никто не будет уважать. Вы никому дать ничего не сможете. А только захотел дай. А если нет, воровать вузу. А там руки рубят. Нельзя, значит нельзя. Научить слово надо. Надо стоять. Надо терпеть. Мы с мальчиками ходили по ягодам. И решили так. Нас поубивали. И упал ты. А теперь мураши ползут. Стрихоза села. Хузнещик. Паут кусает. А кто-то ходит. У кого кто живой пристреливает. Ты не должен показать, что ты живой. Даже веки не должны дрогнуть. А человек один идет и пристреливает. И вот лежат. Ты какого-то комар укусил. Дернулся его сразу. Высит. Все. Долой. У нас все. А Агадин лежит. И тогда вокруг одного собрались. Этого Тимошки. И смотрят. Вот паут сел. А паут это не комар. Комары его кусают. Он даже виду не дает. Паут сел. Паут грызет. И даже взрослый дрогнет. Не дрогнул. Мураши поползли по нему. В нос заползает мураш. Он виду не подает. А Агадин с пистолетом встает. Показали пример. Стрекоза села. Никак. Надо идти ягода собирать. Лежит мертвый. Мураши. Ты живой? Больше ростом-то. Живой. Полная победа. Если один это мог, другой мог. Ты себя испытывай. На что ты способен? Я сегодня есть не буду. Я должен на пятерке учиться. Я вытяну все это. Я не буду домашних огорчать. Ни отца, ни мать. Дальше. Второе право. В случае опоздания на богослужение. В случае пропуска богослужения. И особенно воскресный день. По уважительной причине. Уважительность причин. Устно может определить наблюдатель или староста. Обязательно писать подробно объяснительное на имя старосты. 1 Петра 3.15. Господа Бога, светите в сердцах ваших. Это из Библии. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета вашему упованию. Дать ответ скротостью и благоговением. Уже за не могли. Ничего не будет. Постойте. Сделаю. Третье. Когда на нашем богослужении отсутствует служащий священник, то все равно весьма желательно и полезно всем членам нашей общины быть на богослужении именно в нашем храме. Когда среди недели, то можно пойти в любой. Евреям 10.25. Это в Барнауле. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев. Но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматривайте приближение Дня Вонова. События говорят, что скоро Христос придет. Скоро все будет по-другому. Поэтому увещевайте друг друга. И далее. А нарушителях устава? Незнакомых людей как приводить? Детей обязательно сводить заранее в туалет. До начала. Самый маленький, Марселопановый, шуршащие вещи в храм не заносить. Все высказано. А где, в каком храме есть? Ни в одном нету. Нету. Тысячу храмов? Тысячи. И ни в одном этого нету. Любой как хочет. Почему? Устранилось священство. Не заботится. Мы смотрим, как человек ест, кусочек держит, не наклоняется, благоговение. Сегодня нигде ничего нету. Не учат. Вот как дикие какие-то барашки бегают, козлята прыгают. Чего они там? Ну, посмотри. Что-то она приведет в порядок. Она сама не сделает. Это понятно? Моги стерпеть. Ты военный. Ты военный и все на этом сказано. В другой раз ты будешь знать, что тебе заранее надо делать. Я пить хочу. Во время службы не пьют. Даже виду не должен показать. Это закладывается сегодня. А не будешь таким, значит, хлюпик будешь, тебя убьют. Воды нету, все, поплыл. Ты видели? Выжить любой ценой. Белар, Глибов. Как можно себя вести? И вот сейчас вам показали. Я вижу, у тебя тут карманов на роде просто висят. Ищи, обман. Обман. Пуговка, все, пришили. А кармана нету. Обман. Зачем это тебе? Это срезать, убрать. Или пришить карман. Этого не было. То есть, кармана ни одного нет. Вот у него карман. Хоть маленький какой-то, застегнутый. Что-то можно где-то положить. Зачем? Вот карман. Смотри. Карман. Карман. У этого кармана. Здесь нет ничего. А что за границей? Вы там первые попадете под Антихриста. И все это разрезаны какие-то. Ничего этого не должно быть разрезано. Вот так вот, чтобы зашито было. Лишний раз рукой лишь шевелить. Молить все умеете. И вот мы вышли. Сейчас идет богослужение. Я вам могу открыть. Подождите, сейчас посмотрим, помары есть или нет. Вот так. Можете здесь стоять, но тут открыть нельзя. Иначе камары налетят. Их уже нет. Можно открыть. А можете посидеть маленькие на скамейке. Вы не посидите на скамейке, отдохните. А вы молитесь. Вы взрослые. Там все молятся. Там все молятся. Еще раз. Почему не сходил заранее? Ну, ну, размонялся. Вон там ямку за комбайном. Иди. Еще надо. Еще надо. Стой. Ну, такой вид сделать, полумелкнуть. Это нехорошо. Здоровый, крепкий парень. Тогда стоит, стой. Ну, не надо строить у себя казанского сироту. Самый боевой парень, и сразу скет. Как молиться, так нет его. Луки назад говорил, что не делал. Уже сказал. Нельзя объяснить ничем. Ничем. Мы перед Богом стоим. И говорю, к стенке не прислоняйся. Второй раз уже звездку оттираете. Отодвинься от стены, чтобы не искушаться. Вот так и стой. Я сейчас храм открою. Тут надо будет закрыть, наверное. Если комары будут лететь, значит, не ветри, не надо ничего этого делать. Стойте спокойно. Если комары с тебя полетят, закройте. Пошел спокойно. Чтобы храм туда не смотреть. Смотрите, вы видите себя. Всем привет. Пошел. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!